Наш проект Мелиметрон самый совершенный из всех, которые когда-либо подготавливались и за рубежом и у нас. Он включает в себя высокоточную антенну, высокоточный рефлектор. Диаметром 10 метров он настолько точный, что позволяет работать на длинах волн короче 1 миллиметра, на субмиллиметрах. Поэтому точность поверхности этого зеркала около 10 микрон, очень точная. Инструмент этот еще замечательный не только высокой точностью, но и тем, что он требует для обеспечения высокой чувствительности. Очень глубокого охлаждения охлаждается до температуры жидкого гелия 4,5 градуса абсолютных. Это минус 270 градусов Цельсия. Вот только такое глубокое охлаждение обеспечивает высокую чувствительность этого телескопа. Ну и, наконец, диапазон, в котором он будет работать, охватывает длины волн миллиметровые и субмиллиметровые до длины 0,1 миллиметра и несколько худшего качества, еще более короткие волны до длины волны 20 микрон. То есть он позволяет регистрировать все излучающие объекты в этом диапазоне, которые очень плохо или совсем не видны с поверхности Земли. Ну и вот теперь вопрос о том, какие объекты будут исследоваться. В этом диапазоне самые разные механизмы излучения астрономических объектов. Один из механизмов — это излучение ядер галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры. Из ядер галактик исходит излучение, так называемое синхротронное излучение. Это излучение электронов с очень высокими энергиями, но есть также предсказание теории, что в этом как раз диапазоне могут излучать и протоны. То есть протоны — это основная составляющая космических лучей. И есть сейчас некоторые подозрения из результатов наблюдений на радиастроне, что некоторые источники связаны именно с излучением космических лучей. А вот на более коротких волнах этот механизм может быть очень распространенным, поскольку мы будем в диапазоне миллиметровых и субмиллиметровых волн исследовать самые глубокие слои вокруг черных дыр ядер галактик. В этом случае мы можем найти источники космических лучей, которые в конце концов доходят и до нашей Земли, и окружают планетную систему всю нашу и заполняют нашу галактику вообще в многие части нашей Вселенной. Вот это одна область исследования. Другая область исследования — это разные типы звезд и планетных систем других. Дело в том, что в этом диапазоне как раз сосредоточено излучение не только связанное с взрывом Вселенной, это так называемый реликтовый фон, максимум этого излучения на длине волны полтора миллиметра примерно, но и излучение твердого тела, из которого состоим и мы с вами, и окружающие нас все объекты на поверхности Земли, и сама Земля, и планеты. Все это излучает в инфракрасном, а при достаточно низкой температуре и в дальнем инфракрасном диапазоне. Вот это тоже интереснейшая область, которая заключает в себя исследование очень многих объектов, начиная с образования планетных систем и кончая поиском жизни во Вселенной и поиском проявлений разумной жизни во Вселенной, чем будем тоже заниматься с помощью проекта «Миллиметрон». Ну вот это, наверное, два основных направления, которые связывают возможности проекта «Миллиметрон» в общую единую программу. Здесь я еще раз хотел бы сказать, что будут два метода исследования. Один метод исследования – это очень высокочувствительное исследование, с изучением очень слабых, очень сложных объектов, их деталей с помощью только одного телескопа, находящегося в космосе. Из-за глубокого охлаждения имеется возможность увеличить чувствительность этого инструмента, так что она будет в тысячу раз выше, чем чувствительность всех наземных телескопов, которые работают в настоящее время. Другая возможность – это получение очень высокого углового разрешения для измерения размеров и формы источников. Это работа с помощью интерферометра. Здесь уже приходится привлекать наземные телескопы в качестве второго плеча интерферометра. База между космическим аппаратом, находящимся на расстоянии полтора миллиона километров от Земли, и наземными телескопами, она и будет играть основную роль для получения высокого разрешения при определении размеров источников, их формы, их структуры. Здесь обеспечивается угловое разрешение в десятки раз выше, чем радиастрон даже. А радиастрон обеспечивал разрешение в десятки раз выше, чем исследование, проводимое на Земле с помощью наземных интерферометров. Вот два метода исследований будут применяться для изучения на обсерватории миллиметрон совместно с крупнейшими наземными телескопами. Продолжение следует...